Телекомпания «Город» представляет ежедневный выпуск информационной программы «День города» в студии Оксаны Тебенихина. Мы приветствуем наших зрителей. О событиях Рязани вам, как всегда, расскажут наши авторы. Небольшой анонс сегодняшнего выпуска. Оказалось, недоедают. Рязанские власти решили усилить контроль за питанием в образовательных учреждениях. В Рязани открылся фестиваль подснежников в поддержку людей с ограниченными возможностями. Рязанские спортсмены вернулись в соревнования по спортивному метанию ножей с наградами. В связи с наделавшей шума историей ученика одной из рязанских школ, который выложил в социальные сети фотографию своего школьного обеда, местные власти решили усилить контроль за питанием в образовательных учреждениях. Теперь за качеством питания и культурой обслуживания в школьных столовых будут следить родители самих учащихся, советы образовательных учреждений, общественный совет при администрации города. На брифинге, который прошел в администрации Рязани, заместитель главы Ларис Кархалева и начальник управления образования и молодежной политики Виталий Еремкин озвучили меры, которые будут приняты в соответствии с поручением губернатора Рязанской области Олега Ковалева. Для того, чтобы родители смогли проконтролировать организацию питания в школе, им нужно будет только предварительно согласовать посещение столовой со своим классным руководителем. Контролировать питание могут и сами дети. Для того, чтобы каждый ребенок мог визуально определить в соответствии своей порции нормам, в каждой столовой есть контрольное блюдо и меню. Информация о том, что являются нормой, в ближайшее время появится на сайте администрации. Для усиления, мониторинга качества питания начальщики, в учреждении управления образования и молодежной политики и муниципальному предприятию детское питание, поручено постоянно осуществлять контроль и мониторинг данного вопроса и обобщенную информацию предоставлять на сайте каждого образовательного учреждения, на сайте управления образованием, на сайте администрации города. Помимо этого, управлению образованием предлагается осуществить организацию общественного контроля. Это контроль со стороны родителей, советов образовательных учреждений, общественного совета при администрации города, ученического самоуправления за качеством питания учащихся. В среднем, по данным администрации города, услугой питания в столовой пользуется порядка 65-70% учащихся. Максимальное количество питающихся в школьной столовой детей наблюдается в учреждениях, где есть собственные столовые, таких в областном центре большинство. Остальные учреждения организуют питание в буфетах готовой продукции. В каждой столовой, во-первых, находится книга отзывов, в каждой столовой. Во время завтрака и обеда выставляется контрольное блюдо, которое можно сравнить с порцией конкретного ребенка, для того, чтобы определить, полная это порция или не полная. Блюдо это стоит на общем обозрении в столовой ежедневно. Значит, предлагаем городскому сообществу участвовать в мониторинге качества продуктов, качества питания. Родителям никогда не отказывалось и до этого. Теперь, тем более, с тем, чтобы прийти в столовую, посмотреть, чем кормятся дети. Для этого нужно снять верхнюю одежду, гардероб сдать и обязательно иметь сменную обувь или бахилы, чтобы пройти в столовую. Теперь к регулярному мониторингу организации питания добавляются системные, не реже одного раза в две недели, публикации обобщенной информации о проводимых в школах проверках, с которой можно будет ознакомиться на сайтах администрации города Рязани, управления образованием молодежной политики, муниципального предприятия детское питание и на школьных сайтах. На последних будут также публиковаться результаты проверок по конкретным обращениям и жалобам. На въезде в Рязань задержали автомобиль с боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба регионального ОМВД. Полицейские провели задержание после получения оперативной информации. Патроны нашли при досмотре автомобиля в металлических коробках. Всего изъяли более 4 тысяч патронов разных калибров. Олеся Харлина расскажет подробнее. Тяжелые сумки, металлические коробки и большое количество боеприпасов. Такой багаж перевозил подозрительный квартет в своем автомобиле. Информацию о том, что четверо мужчин располагают незаконным грузом, поступило к сотрудникам уголовного розыска накануне. Злоумышленников задержали у гостиницы на въезде в Рязань. В причастности к незаконному обороту боеприпасов подозреваются два жителя Рязанской области в возрасте 33 и 29 лет и два жителя соседнего региона 34 и 33 лет. Для кого предназначалось более 4 тысяч патронов, пока неизвестно. Уголовное дело, которое возбуждено в отношении злоумышленников, расставит все точки над «и». В Российской Федерации создана достаточная правовая база, регулирующая право отношений в этой области и позволяющая вести активную борьбу с хищениями и незаконным оборотом оружия. В Рязани открылся фестиваль в поддержку людей с ограниченными возможностями. Подснежник. Торжественное открытие фестиваля прошло в Рязанской областной научной библиотеке имени Горького 21 марта, во Всемирный день людей с синдромом Дауна. Двухнедельная программа «Подснежника» познакомит всех заинтересованных с особенными детьми. Руководители мастер-классов и семинаров помогут узнать много нового интересного, обменяться опытом и приобрести необходимые знания для того, чтобы помогать детям в их развитии. Роман Дворецков побывал на открытии фестиваля. 21 марта стартовал первый фестиваль в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья «Подснежник». День открытия пришелся на Всемирный день людей с синдромом Дауна. Закрытие состоится 2 апреля во Всемирный день информации об аутизме. «Подснежник» – конечно, это образное название, которое очень сильно характерно этим детям. Они беззащитны, они хрупкие, они нуждаются в тепле, нуждаются в помощи. А также, как этот цветок в той влаге, которую дает земля весной, и в том тепле, который дает солнце. И только благодаря этим внешним вещам раскрывается их прекрасная внутренняя суть. Вот такое разделось у нас название «Подснежник» – романтичное, но очень хорошо отражающее состояние этих детей, мне кажется, очень подходит. В программу фестиваля включены фото-выставка «Всем прогнозам вопреки», просмотр художественных фильмов с особенными героями, флеш-моб, концерты, круглые столы и открытые лектории. В работе фестиваля примут участие высоко квалифицированные специалисты практики из Рязани, Рязанской области и Москвы. Они расскажут о новых методиках и подходах, призванных эффективнее помогать особенным детям в их развитии. В ходе фестиваля родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, смогут обменяться опытом. Вот на этой выставке, благодаря, конечно, удивительному изобретению человеческого ума, фотоаппарату, оказалось возможным уловить те мгновения, те состояния души этих детей, которые в обычной жизни практически неуловимы, они от нас ускользают всегда. И вот фотоаппараты и замечательные фотографы поймали эти моменты, мы сможем поглубже на них посмотреть, подольше на них посмотреть и понять поглубже. И, собственно, кроме этой фото-выставки, на этой фото-выставке мы расскажем об этих детях, вернее, эта выставка расскажет об этих детях, об их успехах, несмотря на то, что диагнозы у них очень сложные. Но успехи у них велики, велики и у них, и у родителей. Специалистами доподлинно доказано, что уровень развития детей с синдромом Дауна на 50% зависит от специализированной помощи. Если солнечный ребенок общается со своими здоровыми сверстниками, то он перенимает от них стандартные нормы поведения. Поэтому необходимо вести работу по социализации ребят с синдромом. И этот фестиваль является качественным плацдармом для реализации всего запланированного. Завершил свою работу молодежный форум «Урбания». В рамках встречи прошли мастер-классы и тренинги. Действующие руководители органов власти и структурных подразделений поделились опытом и рассказали о специфике своей работы. Каждый участник мероприятия представил свои предложения по улучшению городской среды, многие из которых получили поддержку представителей власти. В этом году площадка, посвященная вопросам городского развития, собрала более 70 участников из шести регионов России. Участниками стали представители молодежных общественных организаций, студенты, активная молодежь от 16 до 30 лет из Рязани, Рязанской, Пензенской области, Республики Мордовия и Пермского края. С участниками встретился глава администрации города Рязани Олег Булеков. Он отметил, что дискуссионная площадка форума – это в первую очередь хорошая возможность для всех поделиться накопленным опытом, представить свои идеи и услышать мнение со стороны. Наша работа направлена прежде всего на потребителя, на оказание качественных услуг. И несмотря на то, что мы достаточно большой дружный коллектив, но каждый из нас является как группа куриентов. И, наверное, это правильно. Здесь, несмотря на то, что в этом секре достаточно высокая конкуренция, но только что конкуренция является двигателем прогресса. И я считаю, что здесь абсолютно правильно. И в этом отрасли поживает тот, кто предложил лучшие идеи, тот, кто привезли класс к своему клиенту, тот, кто будет работать для клиента. Из основных проектов можно выделить создание площадок для занятий воркаутом, оформление фасадов зданий с использованием граффити, привлечение молодежи к исторической реконструкции, освобождение исторического центра города Рязани от навязчивой рекламы. Видели, наверное, может быть, по городу появилась такая реклама «Вздыхай дома», да? Где у нас у нас примечательные места. Я думаю, что это все положительные примеры. И спасибо за вопрос. Я дам команду управления культуры, чтобы у вас, наверное, тоже привлекли к этой работе. Создает строительский коллектив, город покупает вам баллончики. Мы сейчас покупаем подкраски, баллончики для того, чтобы потом пригласить ребят и попросить. Вот сейчас, когда начнутся плюсовые температуры, там уже есть перечень объектов, которые мы предполагаем таким образом сделать. В рамках форума подготовлена насыщенная образовательная программа, в ходе которой слушатели получили знания в сфере управления городом урбанистики, обсудили острые проблемы областного центра и пути их решения, а также рассказали о своих проектах и инициативах, лучшие из которых получили поддержку властей. Метание ножей – это сегодня не просто увлечение, а настоящий вид спорта. Рязанские метатели принимают участие в различных соревнованиях и домой, как правило, возвращаются с наградами. А значит, их подготовка проходит на достойном уровне. Анна Герцовская пообщалась с нашими, рязанскими метателями и в своем сюжете расскажет о том, как проходят будни представителей столь специфичного увлечения. Развитие такой дисциплины, как метание ножа, в России началось сравнительно недавно, выделившись из спортивных соревнований по универсальному бою. Это комплексный вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей в определенную цель, стрельбу и рукопашный бой. По универсальному бою Россия занимает лидирующие позиции среди других стран. Есть и в нашем регионе великие спортсмены, которые повлияли на то, чтобы метание ножей выделилось в отдельный вид спорта. Галина Чувина, уроженка города Сасова, Рязанская область. Многократная чемпионка мира по спортивному метанию ножей в версии универсального боя. Неоднократно она выезжала за границу, где тоже занимала призовые места. Вот она как раз и дала толчок для образования в Рязани, в Рязанской области, именно спортивную метание ножей, как виды спорта, но как общественной организации. То есть мы зарегистрировали, с помощью нее зарегистрировали, стали развивать, и вот она тоже, конечно, сейчас нам тоже помогает. Продолжают добрые традиции чемпионки и воспитанники этого спортивного клуба. Кстати, по метанию ножей он единственный в городе. Дмитрий Михеев, его участник, в эту субботу привез с крупного турнира в Москве свою очередную награду, заняв третье место среди лучших спортсменов страны. Это соревнования были посвящены памяти Дмитрия Разумовского, который в Беслане защитил ценой собственной жизни детей. Они уже много лет проводятся, на них даже люди из Самары приезжают. Там участвовали несколько чемпионов мира, России, бывших. То есть участники были довольно сильными. Дмитрий занимается метанием ножей в течение года и за это время уже добился серьезных результатов. Сейчас он вице-президент Рязанской Федерации метания ножа. Как говорят тренеры, этот вид спорта может освоить каждый в кратчайшие сроки в любом возрасте. Кира Нинахова состоит в клубе не больше месяца, но уже сейчас уверенно метает топор. Она с радостью делится впечатлениями. Мне очень сильно нравится. Что тебе нравится? Мне особенно нравится метать топоры. Почему? Не знаю, мне просто очень нравится. Занимаясь этим видом спорта, человек воспитывает в себе такие качества, как целеустремленность, самообладание, контроль, волевые качества, а также сам по себе вот этот способ метания ножа, это сложное координационное действие, которое связано непосредственно с высшей нервной деятельностью. Так что, приходя в спортзал и занимаясь метанием ножа или топора в определенную цель, люди разгружаются, снимают избыточное напряжение, стресс и раскрывают свои индивидуальные качества. Ведь метание ножа – это не только физическое действие, это боевое искусство. В этом спортивном клубе проходят регулярные семинары по самообороне, по психологии, обращению с оружием. Планируются семинары по дыханию, здоровому образу жизни. Каждая тренировка имеет свой план и начинается с обучения техники безопасности метания ножа. Затем спортсмены уже начинают отрабатывать броски. Есть разные стили метания – спортивный, свободный, безоборотный. И несмотря на то, что спортсмены работают с настоящим оружием, в этом спортивном клубе не было ни одной ситуации, связанной с какими-либо ранениями. Все ножи специально подготовлены и заточены именно для отработки бросков. Сами спортсмены планируют и дальше принимать участие в различных турнирах и развивать этот вид спорта в регионе. Все их действия направлены на то, чтобы метание ножей стало олимпийским видом спорта. Наравне со стрельбой из лука и пистолета. И тогда, считают спортсмены, они точно смогут принести стране медали в этом виде спорта. 22 марта таксисты всего мира отмечают свой профессиональный праздник – Международный день таксиста. Именно в этот день, в 1907 году, на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками. Романтики, которые не боятся опасности – вот они, наши современные таксисты – психологи, в совершенстве знающие свой город. Это тоже они. Таксист – визитная карточка любого города. Автомобили с желтыми шашечками днем и ночью снуют по улицам, создавая комфортные условия для жителей и гостей городов. Международный день таксиста пришел из Англии. Именно 22 марта 1907 года на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками. Теперь машины с шашками колесят по всему миру, являются неотъемлемой частью жизни многих людей и поэтому часто мелькают в фильмах или клипах, в частности, российского производства. Чуть деньги не сосчитал, так обмануть недолго. Я пассажира с первого взгляда вижу, какой обманет, какой нет. Рязанские таксисты тоже хорошо разбираются в людях. Общаясь во время поездки с пассажирами, они получают большой опыт, который помогает им в жизни. А вот вы знаете, что существует Всемирный день таксиста? Да, знаю. Как вот вы и ваши коллеги его отмечают? Ну как, днем на работе, а вечером, возможно, соберемся, там отметим в кругу друзей и товарищей по работе. Ну давайте поздравим всех таксистов с этим замечательным праздником. Поздравляем со Всемирным днем таксиста! В рязанских таксопарках люди порой работают целыми династиями, поэтому этот праздник для многих становится семейным. В основном они выбирают эту работу именно из-за любви к автомобилям и общению с людьми. Многие просто любят ездить по улицам города, зная в нем каждый закоулок и переулок. Так что если люди хотят вовремя быть в нужном месте, они точно знают, к кому обратиться. Это все новости, которыми мы успели поделиться с вами. На этом мы завершаем наш информационный выпуск. Благодарим за внимание. Смотрите нас на Рязанских кабельных. Всего доброго! Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Субтитры создавал DimaTorzok